Я хотела бы поделиться с вами нашим опытом диагностики перитониального карциноматоза. Для этого мне нужны слайды. Рак яичника занимает восьмое место по заболеваемости раком и пятое место по смертности от онкологических заболеваний, выходя на первое место среди гинекологических заболеваний. Перитониальный карциноматоз выявляется у 70% пациентов при первичной постановке диагноза и является наиболее важным прогностическим фактором в определении дальнейшей тактики лечения. А заболевания на поздней стадии лечат либо с помощью первичной циторедуктивной хирургии, либо с неодивантной химиотерапией. И для оценки степени карциноматоза Шуга Бейкером был предложен индекс перитониального карциноматоза, в котором брюшная полость и малость таз... В котором брюшная полость и малый таз делятся на 13 областей, четыре из которых приходятся на тонкую кишку. В каждом квадранте при наличии метастазов в них выявляется наибольший узел по размерам, присваивается ему балл от 0 до 3 в зависимости от его размеров. Далее эти баллы суммируются, и мы получаем индекс перитониального карциноматоза. Для рака яичников максимальный индекс перитониального карциноматоза составляет 39 баллов. Наиболее часто при карциноматозе поражаются брюшина, лимфатические узлы, толстая кишка, диафрагма, брюжейка тонкой кишки. Как все было уже сказано до меня. Ну, тем не менее, прежде чем перейти к диагностике перитониального карциноматоза, я хотела бы напомнить вам основные анатомические моменты. Сказать о том, что париэтальная брюшина выстилает брюшную стенку со всех сторон, не только спереди, но и сзади. Далее идет брюжейка тонкой кишки, которая уже выслана листком висцеральной брюшины и служит для прикрепления интерперитоносно расположенных органов брюшной стенки. И в своей структуре у нее есть ожировая ткань, лимфатические узлы, нервные окончания и, собственно, висцеральная брюшина, которая покрывает интерперитониально расположенные органы. Также для диагностики перитониального карциноматоза необходимо знать основные связки брюшной полости, которые подразделяют брюшную полость на несколько отделов и часто поражаются при париэтальном карциноматозе. Первая связка – это серповидная связка. Она прикрепляет печень к диафрагме и разделяет правое поддиафрагмальное пространство от левого поддиафрагмального пространства, которое является вовсе небольшим. Я вам расскажу дальше, почему. Желудочно-диафрагмальная связка. Здесь мы видим связку в виде жировой структуры, потому что, по сути, связка – это дупликатура брюшины, которая в своем составе может содержать также сосуды, также жировую ткань. И в данном случае мы ее визуализируем в виде жировой структуры. И она прикрепляет дно желудка к диафрагме. Дифференцировать мы ее можем по наличию коротких сосудов желудка в ее структуре. Желудочно-селезеночная связка. В ее структуре проходит хвост поджелудочной железы, проксимальные отделы селезеночной вены. И также мы ее можем визуализировать и при поражении, и при наличии асциты. Когда, конечно, асциты нет, диагностика затруднена. Ну вот. Сейчас, секундочку. Треугольная связка печени, которая прикрепляет печень к диафрагме и разделяет правое поддиафрагмальное пространство от подпеченочного пространства. Это селезеночно-почечная связка. Желудочно-ободочная связка, которая проявляет большую кривизну желудка к поперечной ободочной кишке и является верхней частью большого сальника. И, собственно, большой сальник, который может иметь разную протяженность, латерализацию, и анатомия его очень вариабельна. Диафрагмально-ободочная связка, которая разделяет околоселезеночное пространство от левого фланга живота и крепит селезеночный изгиб к диафрагме. Малый сальник, он образован связками, которые прикрепляют желудок к печени и двенадцатиперстную кишку к печени. Соответственно, это желудочно-печеночная и двенадцатиперстно-печеночные связки. Сальниковая сумка. Спереди она ограничена с задней стенкой желудка, сзади их поджелудочной железой, с левожелудочно-селезеночной связкой и снизу брыжейкой поперечно-ободочной кишки. И, собственно, брыжейкой поперечно-ободочной кишки, которая в своей структуре содержит сосуды, кровоснабжающие поперечно-ободочную кишку. Также можно выделить несколько отделов брюшной полости. Основные – это верхний отдел и нижний отдел, которые разделены брыжейкой поперечно-ободочной кишки. В верхнем отделе выделяют правое поддиафрагмальное пространство, левое поддиафрагмальное пространство, подпеченочное пространство, которое через отверстие Винслова открывается в сальниковую сумку. В нижнем этаже выделяют правый синус и левый синус. Правый синус слепо заканчивается в области илеоцикального угла, а левый синус открывается в полость таза. И верхние и нижние этажи сообщаются между собой через боковые каналы. Циркуляция перитониальной жидкости. По-моему, мы сегодня не раз уже про нее говорили, но я еще раз напомню, что из малого таза, где ее продуцируется больше всего, в первую очередь она распространяется в правый боковой канал, оттуда в поддиафрагмальное пространство, где ограничивается серповидной связкой и может диффундировать только межпетельно кпереди. Также из правого бокового канала может распространяться подпеченочное, через отверстие Винслова и в малый сальник. Оттуда хода вперед тоже уже нет, и оно распространяется в свободную жидкость только кпереди межпетельно. Также из малого таза в левый синус нижнего этажа, оттуда в правый, и из малого таза в левый боковой канал. В левом боковом канале визуализировать метастазы мы визуализируем гораздо реже, чем в правом, допустим, за счет того, что он ограничен брыжей сигмовидной кишки и ограничен ободочно-диафрагмальной связкой. Исходя из этого, мы можем выделить наиболее частые локализации карциноматозных узлов. К ним относятся зоны с гравитационно-зависимой зоны, это дугласовое пространство, латеральные паравизикальные каналы, правый фланг. Зоны с замедленным током жидкости, к которым относятся сальниковая сумка или цикальный угол. И зоны резорбции перитониальной жидкости, к которым относятся правое поддиафрагмальное пространство и большой сальник. Здесь схематически изображены типы перитониального карциноматоза, которые могут выглядеть в виде наслоений серозных, в виде масс, в виде надулярных узлов, а также ретикулярных изменений, звездчатости и складчатости, которые наиболее характерны для поражения брыжейки тонкой кишки. И что же хочет знать от нас клиницист? Во-первых, это подтвердить наличие первичной опухоли яичника и исключить другие опухоли, напоминающие рак яичников. Во-вторых, это наличие или отсутствие перитониального карциноматоза, является ли он резектабельным. И оценка отдаленных метастазов, также наличие или их отсутствие. И в нашем центре для первичной диагностики опухоли яичника мы используем магнитно-резонансную томографию. В данном примере мы визуализируем опухоли яичника с наличием имплантов по тазовой брюшине. На диффузионно-взвешенных изображениях они визуализируются более отчетливо. Следующий пример, где мы видим кистозное образование яичника с наличием полиповидных разрастаний и также перитониальное поражение изменения в виде диффузного поражения тазовой брюшины, которое также более отчетливо видно при диффузионно-взвешенных изображениях. По своим характеристикам карциноматозные узлы могут быть разной структуры, как солидные, так и кистозные. И главное не перепутать кистозные метастазы с ограниченными скоплениями жидкости, если они находятся, например, не поддиафрагмально, а в боковых каналах. Также карциноматозные узлы могут быть кальцинированными. Это не является признаком лечебного патоморфоза, а лишь говорит о том, что имеется определенный конкретный гистологический по типу опухоли. Например, сирозная цистоденокарцинома в своей структуре содержит микрокальцинаты, и, соответственно, ее метастазы будут выглядеть именно так. Поражение большого сальника может быть также вариабельно в виде надулярных изменений, ретикулярных изменений или масс. Проявлениями карциноматоза брюшины может быть утолщение листков париэтальной брюшины. Здесь мы видим это в нижних отделах с обеих сторон в виде диффузного, в нижних отделах в виде утолщения ее неравномерного. Здесь также с наличием мелких надулярных узлов. Или вот здесь, возле печени в верхних этажах. Наиболее сложной для диагностики перитениального карциноматоза являются сирозные поверхности паранхематозных и полых органов. Например, в данном случае представлены метастазы субкапсулярные в печени. Они не являются гематогенами. Это нужно понимать, потому что при первичной постановке диагноза рак яичника интерпаранхематозная гематогенная диссиминация крайне редко возникает. Поэтому это импланты именно по капсуле печени. И для хирурга здесь важно знать, есть ли инвазия в паранхему печени. Мы это должны указать в своем протоколе. Данные изменения лучше всего смотреть на реконструкциях, на фронтальных проекциях, где мы видим поддиафрагмальные пространства и поражения. Вот также сирозные изменения по висцеральной поверхности печени. Других изменений по поверхности печени выявлено не было, только локальное локальное трехмиллиметровое утолщение. Метастазы по капсуле печени с инвазией паранхемы печени. Метастаз по висцеральной поверхности селезенки. Тоже метастаз по висцеральной поверхности селезенки с инвазией паранхемы селезенки. Косвенным признаком наличия перитениального карциноматоза может говорить фистончатость органа и наличие в анксиальном изображении видно единичную спайку. При оперативном вмешательстве данные спайки также визуализируются и наличие множественных карциноматозных имплантов по серозной поверхности. Брыжейка тонкой кишки. Брыжейка тонкой кишки может поражаться по-разному. В данном случае мы видим надулярный единичный узел не более 5 мм, который подтверждается при диагностической лапароскопии, но помимо этого визуализируются еще более мелкие узлы, которые при компьютерной томографии диагностированы не были. Здесь мы видим помимо надулярных изменений ретикулярные тяжистые уплотнения вдоль брыжейчных сосудов. При оперативном вмешательстве видим диффузное поражение брыжейки тонкой кишки, что является противопоказанием к выполнению оптимальной цитредуктивной операции. В данном примере показано поражение брыжейки тонкой кишки без наличия узлов, а только мутная брыжейка и выраженные ретикулярные изменения. Интероперационное повреждение брыжейки тонкой кишки было подтверждено. Данным примером я хотела показать, что важно контрастировать петли тонкой кишки. В нашем центре мы используем позитивное контрастирование, потому что мы используем позитивное контрастирование. И мы можем верифицировать гиподенсные узлы. В данном случае он визуализируется, который был подтвержден интероперационно. Возможно, при отсутствии контрастирования мы бы его не смогли найти. И, к сожалению, компьютерная томография обладает низкой чувствительностью при диагностике имплантов менее 5 мм, локализующихся на сирозной поверхности паранхематозных органов и полых органов. По данным литературы, очень перспективным методом и с высокой точностью, специфичностью обладает МР-диффузия, которая визуализирует поражение сирозных поверхностей более лучше, чем компьютерная томография. Сравнение МР-диффузии и КТ чувствительность, специфичность и точность у него гораздо выше, чем у компьютерной томографии. Примеры МР-диффузии, где мы можем определять большие карциноматозные изменения в брюшной полости, мелкие изменения по плевре и также признаки вторичного поражения надключичного лимфатического узла, который формально является неувеличенным. На данном примере мы видим поражение яичников обоих, поражение наддиафрагмальных поверхностей и поражение диффузное большого сальника. На данном слайде я пыталась сравнить компьютерную томографию и МР-диффузионно-взвешенное изображение и МР-диффузию у одного и того же пациента. При МР-диффузии мы визуализируем узлы, надулярные изменения по плевре, которые также визуализируются и при компьютерной томографии, поражение наддиафрагмального лимфатического узла и поражение диффузное мелкоочаговое поражение медиастинальной плевры, которое, к сожалению, при компьютерной томографии выявлено не было. Еще одно сравнение, где на МР-диффузии мы определяем карциноматозные узлы по висцеральной и диафрагмальной поверхности печени. При компьютерной томографии их также можно выявить, но, конечно же, менее отчетливо, но, тем не менее, мы их видим. Вот они. Поражение лево поддиафрагмального пространства, где мы видим узел около 5 мм и более мелкий узел, и вот этот крупный узел визуализируется при компьютерной томографии. При лимфогенном метастазировании первые лимфатические узлы, которые поражаются, это забрюшинные лимфатические узлы. Но для клиницистов важно знать, есть ли поражение супраренальных лимфатических узлов, которые находятся выше почечных сосудов, потому что для них это является критерием нерезиктабельности. И на диафрагмальные лимфатические узлы, которые независимый фактор прогноза при перитениальном карциноматозе, для них увеличение считается размер более 5 мм по короткой оси. Поражение лимфатических узлов, расположенных выше и ниже почечных сосудов, и на диафрагмальные лимфатические узлы. При выполнении диагностической лапароскопии хирургам, как уже тоже было сказано, имеются слепые зоны, при подозрении которых рентгенолог обязательно должен их указать в своем протоколе и предупредить об этом хирурга. К ним относятся спленальные связки, малый сальник, мелкие интерпринхематозные метастазы в печени и селезенке и плевральные метастазы. Также я выделила потенциальные нерезектабельные области, потому что по данным литературы они являются нерезектабельными, однако зависит от бригады хирургов, которые в некоторых учреждениях способны выполнить резекцию этих областей. К ним относятся правое поддиафрагмальное пространство, и здесь по данным литературы размеры узла, который является нерезектабельным, составляет 2 см. Спленальные связки, мало того, что они являются слепыми зонами при диагностической лапароскопии, также они являются критериями нерезектабельности. И опять же для них диагностический важный размер – это 2 см. Вот здесь мы видим диффузную инфильтрацию и поражение тоже связки. Поражение связки, желудочно-селезёночные связки поражения. Ворота печени, гепатодоиденальная связка. Также при наличии узлов более 2 см, является потенциально нерезектабельной областью. И к абсолютно нерезектабельным областям относится корень брыжейки, диффузное поражение ворот печени, гепатодоиденальной связки, так и малого сальника. Также инфильтративный тип поражения ворот печени. Поражение желудочно-печёночной связки. И наиболее сложным местом для диагностики является, конечно, серозная поверхность тонкой кишки и брыжейка тонкой кишки. Такие мелкие миллиардные метастазы при компьютерной томографии диагностировать практически невозможно. Но у нас есть косвенные признаки, которые помогают нам задуматься о том, что поражена стенка тонкой кишки. Когда она диффузно поражена, стенка становится ригидной, петли кишки расширяются. И при наличии диагноза рак яичника и визуализации таких расширенных петель кишки мы можем предположить, что имеется поражение стенок тонкой кишки. Но здесь вопросов не возникает о поражении стенки тонкой кишки, брыжейки тонкой кишки, конгломеративное образование, сливающиеся узлы. Утолщение вдоль брыжейчных сосудов по данным компьютерной томографии в большинстве случаев также является признаком поражения диффузного брыжейки. Поражение брыжейки и петель тонкой кишки. Здесь мы также видим в правой половине живота поражение брыжейки и самой стенки тонкой кишки. Она меньше копит контрастный препарат, сливающегося характера. Для поражения тонкой кишки характерна акдезия и кинкинг патологической извитости этих петель. И в заключении хотела бы сказать, что знание сложной анатомии брюшной полости, точная диагностика перитениальных изменений, мы оказываем значимую помощь хирургам в отборе пациентов для оптимальной циторедукции. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы, доктора? Есть, Ксения Сергеевна, вопросы? Нет? Есть. Ксения Сергеевна, вопрос первый. Вы федеральное учреждение, вот вы говорите, что КТ не определяет 5-миллиметровое образование на брюшине. На серозной поверхности? Не слышу. А на стенке тонкой кишки менее 5-миллиметров? Низкая чувствительность? Не то, что не определяет, а низкая чувствительность в компьютерной демографии? Вы все время больше всего показывали, конечно, КТ. Поэтому я и хотел узнать, насколько это так. Ну, вопрос-то другой. У нас гинекологи утверждают, что для как раз определения канцероматоза брюшиной нужно делать МРТ брюшной полости, естественно, и таза. То есть это как бы две области, ну, на нашем аппарате, то есть пациента. И на КТ, естественно, это одна область, и по времени, и по всем затратам гораздо меньше. Все-таки вот ваше отношение к тому, достаточно ли КТ, или все-таки идти навстречу гинекологам и делать две области для определения канцероматоза? Наши гинекологи... Константин Джамильевич. Что вы думаете по этому поводу? Потому что нашим гинекологам достаточно компьютерной томографии. И у нас большой опытный состав рентгенологов, и мы можем визуализировать достаточно мелкие импланты, которые... Ну, жалоб не поступало от гинекологов. Спасибо большое. Я буду ссылаться на ваше учреждение и говорить нашим гинекологам, что достаточно КТ, потому что очень часто у нас идет большой процент именно за исследований, направленных на определение канцероматоза именно по брюшине. Ну, в общем, спасибо большое. Спасибо. 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 Ну, и мне кажется, так сказать, сегодня много уже говорили об этом, и в литературе имеются данные, именно что касается нерезиктабельности, то эти признаки разработаны по данным КТ, насколько мне известно. Да, да. Да, и, естественно, на них следует и опираться на настоящем этапе развития диагностики. Есть еще вопросы у кого-то? Андрей Владимирович, ну... Можно вопрос о книге, пожалуйста? Конечно, пожалуйста. Николай Алексеевич, я в продолжении вашего вопроса, и нам очень лестно, когда вы на нас ссылаетесь, не только в этих вопросах. Ну, хочу сказать, что действительно базовой технологией для оценки карцероматоза является компьютерная томография, и все шкалы действительно разработаны на основе КТ, и многоцентровые исследования были проведены. Но я хочу защитить ваших онкогинекологов, они читают литературу, они общаются тоже на своих конгрессах, и действительно основные надежды и перспективы мы в том числе связываем с технологией диффузионно-извешенного изображения и магнит-резнацитомографии в целом в объеме живот-таз. Да, поэтому мы проводим свое исследование, Ксения Сергеевна так обошла этот момент, и мы сравниваем, что же в каких ситуациях работает лучше, для каких пациентов предпочтительнее будет МРТ, для каких КТ, потому что и тот, и тот, и та, и та технология имеет свои плюсы и минусы. И нам нужно определиться, где работает, а где не работает. Поэтому это исследование в ходу, и я думаю, что не только мы этим занимаемся, поэтому вы тоже можете присоединиться. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще, доктора, вопросы? Спасибо большое, Ксения Сергеевна. Спасибо. Спасибо.